Доброе всем! Вторник, тринадцатая. Добавляем от блю до полного. Вчера сделали машину, но сделали уже вечером. Понятно, что не поехал. Добавляем до полного, подцепляемся, сейчас тягачем, только с ремзона выехала, она на ремзоне и ночевала. Подцепляемся и вперед. Дорожка. Не зря вчера подсыпал, походу. Сейчас посмотрим, как мы сюда заедем. Мелкая вон стоит, выделяется. Съехал тоже, помыл. Естественно, что мне вот эта вот фигня на крыше не нравится. Надо сейчас ее тут растрясти по калятищему. Видите, льда сколько. Не ест вырывал бы. Поехала цепляться и поехали в рейс. Шу, братцы, покидаем. Наконец-то. Или не наконец-то. Короче, покидаем. Наш любимый город. Столицу нашей Родины. Город-герой Минск. Ориентировочно 5000 километров. Ну, это плюс-минус там. Будет больше, конечно. Идем. Традиционно все. Никаких изменений. Москва. Ну, сейчас Красная Горка. Потом Москва. ЦКАТ. Нижний. Ну, и все. Елабуга. Налево. Наша любимая дорога. «Подездор. Когда приеду?» Не знаю. Никаких планов. Зима. Тут впереди снегопады. Морозы. Что хочешь, может быть. Все меняется каждый день. Поэтому как будет ехаться, так и будем ехать. Без каких-либо планов на будущее Время срочно стоит, до 22 выгрузится А как оно получится, посмотрим Все, с Богом, погнали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Как только у нас морозы Для нас это уже такие нормальные Не то что выходить, уже сидят Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вопросов нет Ну мы же это Когда уже лед стоял хороший А уже по весне Так мы с досками ходили такими То есть уже, ну лед такой был еще крепкий Но уже было страшно Ну не то что страшно Но такой подгулявший Мы на лед выходили с такими досками Вот типа как у меня в прицепе В случае если вдруг провалишься Так чтобы можно было на что-то опереться и вылезти А здесь там лед 2 сантиметра они уже прутся на это на это водохранилище чтобы эту кильку оттуда достать ни хрена не понимаю вот этого как бы вот и граница поехали без эксцессов спокойно дорога сухая такая влажненькая но не мокрая ничего не скользкая имею ввиду что тут лукойла колейка не стоит уже хорошо инспекция транспорту дорогого республики беларусь на границе бдит немножко нас прервали но сегодня вторник и логично предположить что сегодня коллеги быть не должно это с такими работягами на границах с ес которые сейчас который там по 25 30 40 процентов от нормы оформляют машин конечно если верить официальной статистике тут коллег вообще никогда не должно люди по 7 10 дней на границе в старшем границу пройти сначала в одну сторону потом катастрофа все тогда хорошо покидаем и республику беларусь так-то дорога закончится одна платная заканчивается другая сейчас начнется готовьтесь через 800 метров плавно повернуть на брак хорошо коль так хоть здесь не будем время терять там от весов колейка но от весов это уже это не колейка от весов это так ни о чем даже и от весов то не придут а наверно стоят на оформлении или что на паспорт надо показать он у меня есть и все он закупорекал то он от весов колейка на от весов этого это можно сказать что ее и нет таможня там уж курс уже каждый раз одно и то же таможня там с телефоном бегает селфи делает автомобилей номера российские здесь ничего не не надо раньше когда-то на белорусских на казахских вот эти иностранец стоит хотя белорусская машина а ну правильно белорусская машина литовский прицеп дозвол оформляет нам здесь ничего не надо в колечко подтолкаемся немножко интересно что-то евроопт сюда есть я думал они любого белоруссии возят самая большая торговая сеть у нас называется вот это вот евроопт самая большая сеть магазинов евроопт как они там еще эти копеечка еще что он какой-то короче это все все одна шайка лейка вот я никогда их в россию не видишь у пони сюда ездили может они не в россию ведут куда за овощами фруктами хит вот еще там это все тоже а мы вот тут как у тебя подъехал даже заглушить не успел двинулись и все и вот едем-едем-едем-едем-едем-едем вот так вот едем красиво он там вообще четко вот я уже отсюда наблюдаю пока машина подъезжает он уже фоткает молодцы ну калеке не будет 28 2 сюда получился расход по белоруссии на это вот с базы на загрузку ну и вот сюда на границе а вот направо справа что стоят это уже здесь на углубленный досмотр отправляют на рефи я когда работал это но постоянно заезжали а вот сюда на лукойл наверно за рулю сразу же не выживаться все равно и симку менять на и надо это завтрак был только в 7 утра похлебать надо чего-нибудь борщица сейчас быстренько разогрею домашнего чайку лекарства выпить потому что это состояние не есть вернул стоянка запрещена остановка то не запрещена но чё-то совсем форсунки подвигли антигрин пин сейчас поем антибиотики антибиотик выпью кофмар что совсем поплыл сейчас димка разговаривал говорит тоже горит прошлый рейс дома все поголовно у меня вот в пятницу началось когда машина пришла машину приехал принимать и чувствую что мне нехорошо так забываем аж забурлил вот уже не совсем кипяток опьем порошочков надо ехать сейчас билет омыватель возьмем с желтенькими крышечками потому что омывателя нету пятерку залил и опросил сменщика мне домой купил что у нас два раза дороже в Беларуси вот ее залил две пятерки одну пятерку я залил вот тут у нас уже тут то потокнет то погаснет короче загорается периодически что мало что вы тут как-то встали непонятно вас не поймем джентльмены а удачи желтенькими нету а у нее желтенькими нету а у нее желтенькими нету а у нее желтенькими крышечками нету умывателя есть чтобы они выставили сегодня комиссия была в 120 не 4 штуки есть есть возьму упаковку там сколько залью тут две банки пару банок залью пару банок раз куда-нибудь засулю блин куда их ладно пока на спальник что пойдет какая разница желтый-зеленый спасибо просто не знаю мне когда-то этот говорил у кого-то брал говорит бери с желтыми якобы реально там держит чуть ли не до минус 20 ну я не знаю правда это или нет вот мы и проверим сейчас с уетного приеду две банки залью а две кинем куда-нибудь тут уже на дороге сейчас этим не заниматься сейчас все равно суетого надо заезжать стопушка смотреть ну и так по мелочам а лампочку надо одну сюда купить не видно будет у меня горит только одна верхняя там диодная подзем почему-то не горит короче надо немножко там пиццалин пиццалин лавэц суетом пицца и пицца и полчетвертого уже когда-то тут был родник частенько тут воду набирал хотя говорили что якобы она тут через панбище сечет Тут же вроде какая-то стройка была Еще перекратили Значит родник так просто и остался Я думаю, что тут заправку А, все, вон они тут Лавочки поставили Немножко облагородили Но так родник и остался Не знаю Говорили, что типа вот Хотя ну кто говорил Те же коллеги и говорили Откуда они знали, что натечет через кладбище Не знаю Я набирал, нормальная вода Ничем не отдавала Тем, чем не надо У нас уже темнеет Почти самые короткие денечки 13-й Вот еще недельку Они будут уменьшаться Потом зимнее солнцестояние И Начнем увеличивать А так 20 минут пятого А вот еще тут сколько Ну полчаса И будет полная Полная тьма Я думаю уже в этот Даже в суету уже приеду Уже темно будет Ноль пока за бортом Пока сухо Хорошо Я не понимаю, что с этим фонарами Тут что-то Тут что-то не то с ними Этот гаснет Тот горит Этот горит То этот гаснет Он вообще вывалился А, это другой вывалился Я не понимаю, что с ними происходит Почему они гаснут? Что-то здесь с напряжением Этот Тот загорается А то здесь Здесь влазили Для меня Ну тот горит Этот не горит Короче Тут надо Наверное Обычно И ставить И все Ничего не понимаю Что с ними происходит Ну он же горел Вот он же горел Че он гаснет Тот загорелся Ладно Хрен с ним Короче Купил этот На подсветку номера Сейчас я ничего менять не буду Ну Купил ему вачку Сейчас посмотрим Как она работает Колечко какое-то еще Пальчики нальем Чуть-чуть А с этим светом Что-то непонятное творится Здесь вот торчало Для меня Кто ездил Они тут Влезли В нее В эту систему Туда Провода Оставайте Теперь Чтоб там Толком До толку Разобраться Надо снимать Полностью Вот это Все по боковую И это И смотреть Потому что Ну Одна гаснет Тора Загорается Что-то не то Протрем стеклышки И поедем И поедем Езда По сухому Закончилась Вот у нас И снежок Пошел Девять вечера Мы на Татнефти Так Здесь заправляемся До Бисерти Или Бисерти Что Свердловской области Полтонны Залью Сейчас зима Лучше с запасом Это сейчас Расход 28,3 Завтра Может быть Уже 38,3 Ну еще так Чистенький По сухому Ехал Всю дорогу Вот Сюда Тут Сколько Тут 600 С чем-то Километров Все по сухому И вот Пошел Снежок Что это Которая Сломана Хорошо Горит Этот По-моему Вообще Не горит Там Еле И Один Один Купил Посмотрим Может Назад Буду Ехать Еще Один Возьму Сразу Два Поменяю Ну Что Снежок Так Снежок Поедем По Снежку А Что Делать Знак Был Снежочек Сейчас Немножко Приутих Ну И тут Платка По-любому Отсыпана Без 20 11 Без Вариантов Едем Спать На Свою Любимую Заправку На Эту АЗС Трасса Юшкова Вот Как В Московскую Заехали И все Вот Заправки Повалил И Такой Тут Хороший Хороший Думаю Морда Наверное Вся Залеплена Судя По Лобовику Та-та-там-там Пункт Заманья Платы Мы На Транспондер Ныряем Еще тут Не Едут Почему он Перегородил Нам Зеленый Свет Рога Залепила Уже Как Говорит Мой Рожок Зад То Потухнет То Рога Горят Да Говорит То Потухнет То Погаснет Судя По прогнозу Снег Будет Всю Ночь Так Галабина Вот Нам Сейчас Суда Вправо 107 А Затрат Скат А Тимо Выключу Не Надо Он Нам Правда Машка Хочет Через Москву То Что Она Хочет Нам Много Чего Хочет А А мы поедем спать. Тут вообще скользко. Скажу я вам по секрету. Ну, да ладно. Главное, чтобы на нашей любимой АЗС местечко было. Что там они сейчас? Чистят, не чистят? Ну, должны чистить. И пропожить. Видите, какой снегопад. Надо, надо спать. Да и время 11 часов. Все. Да и хорош. Так будет валить до утра. Тут знатно заметет. Ну, и что мы тут сейчас увидим интересного? Ау, елка, свободно. Ну, отлично. Все. Сейчас рядом с этой вольвочкой становимся. Там кто-то он стоит далеке. Сейчас сюда вот к этой вольвочке поставлю. Не, Маша, это уже все. Это уже будет завтра. Сегодня мы спать. Продолжение следует... Попробуем. Из bus вас как раз в уклон как мне нужно как я люблю все он забор не упереться год сегодня так получилось почти 10 часов там пока на пасик туда-сюда от точки страна завершения уже не беларусь уже россия ну и все кушаем шторимся и баньки ну белый били били достану баллон заварюсь и порошочек на ночь быстренько и будем баньки какой снегопад а посмотрим что будет тут утром ну а сейчас все спокойной ночи и и и и Продолжение следует...